Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня, наконец-то, наступил тот самый день. Мы едем покупать американскую верховую лошадку. Так что устраивайтесь поудобнее и лежи, седлайте своих коней. И поехали! Да-да-да, вот и настал тот самый день, и я даже не удивлена, после каких обстоятельств он приблизился к этому моменту. Нужно было всего лишь позаниматься Даше выездкой, конкуром, кроссом, провести скачки в организации и все. И даже захочется купить себе еще одну новую спортивную лошадь. Но вы бы знали просто, с каким сильным рвением и желанием я хочу себе купить нескольких американцев, американскую верховую, аж три масти, если не четыре, и еще двух французских селей. Но так как сейчас у нас очень сложная ситуация с старкоинцами, мне приходится себя сдерживать. И да, неужели я определилась с мастью? Сама не верю, но это так оно и есть. Сначала я очень сильно хотела вот эту пегую лошадку, но потом поняла, что мне не особо понравилась ее вариация. То, что она гнидая. Прям очень, как-то не знаю, не зашло. Ну и плюс из-за того, что все маячат, все бегают на ней вокруг. Она, мне кажется, самая популярная масть на руссервере Папайя Понт. Из-за этого мне ее еще больше не хочется. Но она симпатичная. Я не исключаю, что когда-нибудь я ее куплю. Но сегодня это не тот самый день. Мы будем покупать другую масть. Какую? Давайте немножечко и порассуждаем. Буланный мне с самого начала не зашел на основной аккаунт, но он был куплен Селине. Потом, значит, про Пейнта я уже сказала. Серый в яблоко. Боже, какой он прекрасный. Ровно точно так же, как и Караковой. И когда я снимала реакцию на, мне очень не понравилось его отметина на моське. Но вот все остальное просто ее перекрывает. Дальше идет Соловая масть. Очень симпатичная, очень такая нежная. Но при этом обычно Соловых лошадей я делаю кобылками. Но в этом случае я вижу очередного жеребца. Потом вот этот. Ну, он, согласно масть, красивый. Сочетание тела и масти грибы и хвоста очень миленькое. Но он не для меня. Мне как-то не то. Ну, а в случае с вороным, ну, все-таки гольфики. Мне как-то вырви глаз. Прям они мне не нравятся. Но, в общем, он очень красивый. То есть, если бы он был бы целиком вороным, то тут я бы просто... Ну, или если были бы маленькие носочки, наверное, как у французского селя, то тогда да. Но я, опять же, не исключаю, что, может быть, я его куплю когда-нибудь в будущем. И вообще, возможно, я скуплю всех, кроме вот двух американцев. А там-то, глядишь, еще и дополнительные масти какие-то добавят. И я уверена, что как только я сейчас вот сегодня куплю себе американца, я сразу где-нибудь увижу новость о том, что спойлер, следующая добавленная масть американской верховой. Я прям вот знаю. Всегда так вот. Всегда. Если хотите ускорить выход спойлеров по дополнительной масти новой породы, то просто скажите, Даша, иди купи, пожалуйста, какую-нибудь из нынешних. А потом Даша будет сидеть и кусать себе локти, что зачем она это сделала. Итак, сегодня неожиданно для меня самой я покупаю вот этого салового красавца. Но единственное, мой косяк, моя невнимательность, я буду покупать на английском языке. Обожаю называть спортивных лошадей на английском языке. Поэтому сейчас буквально для вас секунда, для меня пару минут на перезаход. Итак, вот мы уже и перезашли, и неожиданная такая ситуация. Значит, это у нас будет взрослый жеребец. Но! Когда я нажала на продолжить покупку, то есть все, мы выбрали масть, мы выбрали стрижку, мне выпало имя Киксмэш. И я вначале думала, что, о, смешное имя, как бы, но надо выбрать что-то другое. А теперь я даже и не знаю, потому что мы знаем... Мы знаем, да, какие американцы и французы две самые дерганые лошади на этом свете, на этом юрвике, на целом полуострове. И Киксмэш переводится как удар ногой. Я вот теперь сижу и думаю запечатлеть это имя в памяти, как бы, что вот просто так совпало, что вот такой вот жеребец неожиданно сразу с именем просто появился, он уже наготовенько. Или все-таки подумать над чем-то другим. Так что есть вот вариант такого салового жеребца Киксмэш. Удар ногой. А я не знаю, может быть, еще что-то посмотреть из чего-то такого другого. Ну, вообще, это слишком смешно, мне слишком понравилось. Медовый... Смэш это же, получается, нога. Медовая ножка. Нет, не знаю. Мистическая, натуральная. Небула, Найт. Киксмэш. Киксмэш. Я не знаю, мне понравилось. Я не хочу избавляться от этого имени. Сейчас оно мне нравится. Возможно, в будущем оно мне разомравится, я увижу в нем кого-то другого, но сейчас в кое-таки веке смешная штука, смешная ситуация мне понравилась. Обычно я, наоборот, человек, который никогда не понимает ни мемасиков, ни мемчиков, ни таких разных всяких шуточек и всегда не понимает, что ему пытаются вообще объяснить и показать. А тут как-то смешно, прикольненько. Значит, знаете, да. Пожалуй, оставлю на память. Будет о чем вспомнить и серии лошадь такой смешной истории. Значит, американская верховая, третьего поколения, взрослый жребец, киксмэш. Я прям даже не представляю, как я буду наблюдать это имя в грамотах, если я пойду на нем в какой-нибудь спорт. А я, кстати, так и не решила, в какой спорт я его направлю. Вроде бы я конкур хотела, но на всякий случай все-таки сделаю шишки, потому что шишки подойдут и на конкур, и на выездку, и на скачки, и на кросс. Абсолютно куда угодно, в абсолютно любую организацию. Да, так что 919 СК. Ух, долго-долго я на него созревала. Покупаем. Ну. Боже мой, какой ты. Я хочу сказать сразу, это спасибо моей соклобнице Валерия, который дал мне возможность покататься на своем саловом американца, которого она купила вместе с моим доп. аккаунтом на стриме. Да. И там я еще тогда обратила внимание на эту саловую лошадку, но вот когда уже все, я не могла определиться, кого я хочу. Ах, да, я забыл. Я же переехала обратно на ферму Стива. Стива, я теперь там снова живу. Хотя летний лагерь не закончился, но что-то в этом году мне как-то на него вообще никак. Неохотно, неинтересно. Ага, дайте мне посмотреть, я и Деник забыла освободить под это дело. Столько лошадей, столько заботы, столько работы. Куда бы его поставить? Наверное, вместо Брейд Бадди. Хотя я очень люблю душевно эту поняшу. Всей душой и всей моралью. Но я так на нем... Я на нем не катаюсь. Почему практически? Я вообще на нем сейчас не катаюсь. Последний раз он участвовал в соревнованиях по конкуру для пони в конюшне... В Казах... В Казэл? Да, конюшне Золотого Листа. И все. И как бы все это время он просто стоит здесь среди гигантских высоченных лошадок. Так, вот. Вот он наш Киксмэш, который сливается с древесиной Деника. Ну вот да, он весь такой дерганный. Я думаю, ему подходит это имя. Он сразу... Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Вот так, спокойно. Что это такое? А что ты мне фыркаешь? Что ты фыркаешь? Ты хорошо? Да, хорошо живешь. Спокойно. Так, у меня должны были где-то остаться, наверное, какие-то недоустки. Хотя, наверное, уже нет. Подков у меня... Вот подковы, возможно, запасные где-то есть, но надо проверить. Ну здра... Ну что ты машешь голову? Здравствуй, мой хороший! Здравствуй, Киксмэш! Ой, красота-то! Ну вот да, вот ножки... Вот имя связанное с ножками прям для него. Очень хочу взять его на следующее соревнование по любой дисциплине, абсолютно по любой, желательно вообще конкур. Потому что выездку... Я очень хочу пойти на соревнования по выездке, я на предыдущие не успела. и взять туда кого-нибудь из барочных лошадей. А тут как... Ух, красавица какой! Боже, как тебе идут шишечки! Мой ты хороший! Ну как же он похож на Марваре и Халтикинса! Действительно, это вот просто что-то смешанное. Это коктейли этих лошадей. Но мне нравится. Мне очень сильно нравится. И я безумно довольна, как ее сделали. Красивая лошадка. По анимации, по текстурам, по модельке. Вот единственное, иногда раздражает их дерганность, потому что сложно сделать фотографии, когда в вашем клубе очень-очень много людей. Так, давай посмотрим анимацию, амуницию. Амуницию на тебя. Я уже заговариваюсь, настолько ты дерганый. Я постоянно на тебя смотрю. Так, вот тут есть чей-то... А, это Paint Horse, а не Дауздак. Так, а это чей? Это Light, это Недауздак. А тут есть свободный где-нибудь Недауздак? Пожалуйста, мне очень-очень надо. Так, вот это, по-моему, Арабский. Кстати, это Арабский Недауздак. Ну, тут еще какой-то Недауздак. Это Морганзовский Недауздак. Дайте свободный Недауздак, пожалуйста. Ну да, здесь у меня ничего нету. Видимо, закончились. Но, но, я не помню, у меня Араб стоит в чем-то или нет, но суть в том, что этот Недауздак чаще всего носил у меня Араб точно такой же саловой масти. Поэтому мы пока что его возьмем во временное пользование, а там, глядишь, потом, может быть, да и купим. Я хочу вначале попробовать на нем попрыгать по большей части, поэтому мы берем на него какой-нибудь комплект. Наверное, вот этот вот, или нет, сейчас найти. Вот, вот этот хочу комплект взять на него. Даже со старой уздечкой, я их люблю, я с ними выросла, и мне они никак глаз не мозолят. Возьмем мы вот этот мой любимый внешний вид вальтрапиков конкурных и нагавочки. Мне кажется, кстати, я очень давно не добавляла в покупку лошадей подбор амуниции, потому что на моей памяти я, кажется, всегда этот момент теперь пропускаю. Не знаю, напишите комментарий, вставляйте в видео кусочки, где мы подбираем амуницию на лошадь, вот на первой, скажем так, прогулочке, на показушечке посмотреть, чтобы вообще как, что, где. Или все-таки не надо и вырезать будем эти моменты. Так, какие-то черные нагавки, давайте вот эти коричневые и, конечно же, одежду. У меня сейчас немножечко так прохладненько, линия прохладненькая. Давайте вот, нет, не лисенка. Что мне надеть? Надеть. Что мне надеть? А давайте просто возьмем вот эту вот футболочку. Не важно, какие у нее статуи, просто хочется. Просто хочу. ой, ну красиво. Ой, мне очень сильно нравится. Красота. Ну, классно, кстати. но я посмотрела, я изучила все свои 10 страниц. У меня сколько? 10 страниц реальных. Практически, у меня даже, я скажу, наверное, 11, 10 с половиной страниц. И меньше всего среди всех мастей у меня соловых. соловых. У меня, по-моему, один северо-швед, один мустанг, араб. Сырочков я не считала, я именно про третье поколение считала. И... А, ну, кучеряшка. То есть, все, японий членкотик. То есть, а вот всех остальных у меня намного, много больше. Так. Ну что ж, пора отправляться смотреть нашу новую звезду, американскую верховую лошадку. Не думала, правда, что все-таки сделаю шишки. Очень хотела первое время, даже еще до выхода спойлеров, сделать ему вот этот его длиннющий хвост, скажем так, выставочная прическа, даже породная, можно сказать. Но все-таки нет. Нет. Хочу шишки, хочу сразу прическу, ту, которую мы сразу будем брать в спорт, в пользование, не знаю. Так, давайте посмотрим анимацию. Тут главное надолго не засиживаться. Очень мне понравился шаг, он легкий, такой никуда не торопящийся, какой, неспокойный, но при этом чувствуется какая-то энергичность, но не динамика. То есть в случае с некоторыми бородами бывает очень сильная динамика даже с первого шага. Так, теперь в рысь. Рысь очень спокойная, я не помню чья она, она по-моему напоминает мне Марвары, но я на Марвары очень мало скажем так километраж наездила, поэтому не могу точно сказать, но рысь явно чья-то. Я такую анимацию уже видела, и вот эти подергивания хвоста мне тоже что-то напоминает. Манежный. Очень нравится манежный, и вот здесь как раз таки хвост меня заставляет перехватывать дыхание, настолько он красиво здесь санимирован. Потом у нас есть быстрый рэк, если не ошибаюсь, аллюр называется. Персонаж с новой анимацией сидит с одной рукой, держит уздечку. Вот лучше бы они эту еще анимацию добавили как отдельную доп функцию для вестернских лошадей. Для квотерхорса, пейнтхорса, опалуза, кто у нас еще, вот американец, получается 4 всего лишь вестернские лошади, для моргана, для тейнесси, ладно, 6 лошадей у нас для вестерна, скажем так, даже прогулочные не важно, в общем, типаж-то, исключительно вестернские лошадки, почему им не добавить всем такую возможность, это же было бы очень круто. Так, дальше у нас прибавленный голов, если я ничего не путаю, и карьер, или, нет, это, в принципе, у нас карьер. Вот здесь как-то странно, на обычной версии после быстрого рэка мне все нравится, при том, что это второй уровень, максимальный уход, это мне нравится, но, вот, когда он переходит на конкретный самый быстрый свой карьер, это уже выглядит очень дерганно, но при этом не со спины, то есть, если вот камеру, как я, сбоку, никогда не делайте со спины, ну, конечно, хвост смотрится очень странно, на более медленной версии покрасивше, но вот на самый быстрый как-то странновато, мне лично, так, остановка, слегка скользящая, короче, чем у пейнтхорса, четкое, аккуратное осаживание, хвостик у нас красиво смотрится, классно еще смотрится, длиннющий хвост, он как бы ползет по земле в нормальную сторону, так, у нас еще дыбы, дыбы очень сильно нравятся, они мне напоминают компьютерные игрушки моего детства про лошадок, там вот именно такие дыбы и любили, мне кажется, добавлять, так что некая, скажем так, отсылочка на детство, некие воспоминания оно у меня вызывает, так, что еще, давайте посмотрим анимацию поглаживания, о, ты очень мило смотришь, красивая лошадь, красивая во всем, в движениях, в телосложении, в прическах, и мне нравятся его взгляды, то есть он очень фотогеничен, ну красавец, с какого ракурса не поверни, любую фотографию можно то на диплом, то в альбом, то на конкурс, неважно, вот просто, вот, кстати, сейчас мы успели поймать позу, ну, уфоткайся коня на все 360 градусов, с каждой стороны найдешь какой-нибудь подходящий для тебя кадр, да, у нас еще есть одна анимация, это рэк, которая доступна нам с седьмого уровня, я, конечно, теоретически могла бы сейчас нажать на паузу, сбегать, быстренько докачать эту лошадку, пока у нас еще активно, раньше совершенно до седьмого, но я не хочу это делать, потому что хочу покачать его подольше, мне хочется позаниматься новыми вот лошадьми, которых я покупаю, дольше, чем из серии день, два, три, то есть хочется растянуть это на неделю, да хоть на месяц, хочу привязанности к своим лошадкам, так что, да, ну, он примерно такой же, как и быстрый рэк, только чуть помедленнее, но я думаю, те, кто купили эту лошадку, уже оценили данный алюр, такого прогулочного типа, что в общем могу сказать, красиво, очень красивая лошадь, но мы забыли посмотреть, кстати, то, ради чего я его покупала, это прыжки, прыжки, на конкур, на нем можно прыгать либо только, скажем так, на манежном, если в спорт, либо на прибавленном галопе, прыгать, потому что прыгать на быстром рэке, это не смотрится, это возможно, это реально, но эстетически никакого наслаждения вы не получите, поэтому, я считаю, прибавленный галоп, или же просто карьер. Так, я включала схему, давайте посмотрим на его прыгучесть в деле, но, насколько я помню, американская верховая, она очень прыгучая, и когда мы смотрели обновление, или даже, нет, когда реакцию на смотрели, нет, обновление, когда его купила Селине, я еще тогда сказала, что это лошадь в конкур, что я рекомендую данную породу и выездку, но по большей части в высокий конкур, на высокие препятствия, потому что у него такая анимация, она подходит под это дело. Очень красивый, не представляю, как он будет носиться на 15 уровне, и мы, если что, еще без подков, но мне уже нравится, мне уже нравится. Ну, фотографии, какие будут получаться в прыжке, это, конечно, да, это тоже один из критериев, по которым я отбираю лошадь на конкур, то есть, во-первых, это ее анимация, как бы хорошо ли смотрится анимация прыжка, потому что, ну, у некоторых лошадей прыжок такой себе и сразу видно, что для конкура она не подойдет, вот, но вот такие лошади, как мустанг, теннесси и американская верховая, они имеют вот эту самую красивую позу, позу прыжка, еще хвостик так задирает, божечки, ну, красиво, так как, вы представляете, какие фотографии у вас будут, если на соревнованиях будет просто мастер своего дела, который умеет фоткать так, чтобы вы были именно в прыжке над препятствием, и он сможет поймать для вас вот этот самый кадр, я даже сфотографирую, потому что очень хорошо получилось с первого раза, что же, я думаю, можно уже заканчивать, я безумно довольна покупкой кексмэша, так что, если организации устроят конкур в ближайшее время, я очень хочу его взять, и надеюсь, у него не будет ограничений в эту дисциплину, потому что вот выездку со схемой, где есть прибавленный голоб, там для него ставят ограничения, потому что у него нет прибавленного голоб, у него есть быстрый рэк, поэтому он не подходит, а вот в конкур его, по идее, должны брать без вопросов, так что потихонечку начинаем его качать, берем работу, занимаемся конкуром, и будем прыгать, достигать высот хотя бы в этом направлении, ну, я имею ввиду, не только зарабатывать грамоты, но просто личное удовлетворение то, что занимаешься данной дисциплиной, в этом направлении, вот, так что на этом все, спасибо большое, что были сегодня со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, опять же, по поводу подбора амуниции, какую американскую верховую вы купили, обладатели саловой масти, тем более, пишите комментарии, как вы назвали своих лошадок, кого вы купили, кобылу, жеребца, или же мирину, молодого, или взрослого, и может быть вы взяли его вообще в выездку, я с радостью почитаю ваши комментарии, ну а на этом все, и я с вами прощаюсь, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой, всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео, я до сих пор сама в шоке, что я выбрала саловую масть, но всматриваюсь и ни капельки не жалею, но какой же он все-таки дерганый, саловую масть,